Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют. Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе вам время суток! Сегодня суббота, 14 декабря 2019 года. Утром мы выпили в Риверсайд с Димой Барабашей, с Димычем по чашечке ароматного узгородского кофе. Ну а после этого я решил сходить в соло темпе на поляну Масарика. Как это было, вы сейчас посмотрите. Приятного просмотра! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами в Невицком. Я рады приветствовать вас на моем канале Альфокс Клуба «Альпийский лис». И сегодня мы с вами пройдем по маршруту, который ведет в поляне Масарике. О поляне Масарика я уже снимал. Есть несколько видео, в том числе мифы и легенды поляны Масарика. И мы сейчас с вами пройдем по маршруту, который идет по направлению к женскому лагерю. А не доходя до него, будем сворачивать возле метки Каменицкого лесничества влево. Итак, наш путь вперед! Дорога постепенно поднимается вверх. Многочисленные ручьи стекают с отрогов хребта. Они в разных местах делают свои русла. Ну, в это время года и весной дорога таким образом размывается. Вот эти две андезитовые глыбы, довольно-таки внушительных размеров, находятся с обратной стороны дороги. А когда-то они были на левом склоне и, очевидно, скатились сверху. Явно несъедобные, но очень живописные грибы. Ну, очевидно, выживальщики употребили бы их в дело. Хотя я к этому делу отношусь очень и очень скептически. А наш путь продолжается дальше. Я люблю этот район. Однодневные походы сюда всегда доставляют наслаждение. Ну, а мы с вами находимся в Луканических Карпатах. Вот один из выходов андезитобазальтовой породы. Они встречаются очень часто здесь, прямо по пути следования. Справа ручей, ну, а слева находится подъем хребта. Наш путь продолжаем дальше. Постоянно встречаются россыпи, глыбы, осколки андезитобазальтовой породы, которые скатились сверху. Мы подходим к бункеру. Вот он расположен слева водоочистительной системы. Я помню его в более лучшем состоянии. Но сейчас он полностью зарос, неухоженной. И только труба сверху напоминает о том, что это артефакт. Наш путь по горной дороге сопровождает только шум ручья. Не слышно пения птиц. Но, тем не менее, через 100, приблизительно 80 метров, мы выйдем на первую опорную точку нашего маршрута. Впереди показался маркировочный столбик лесничества. И мы выходим на развилку. Дорога прямо будет уходить на женский лагерь. Об этом месте я уже рассказывал в одном из видеороликов. Видно маркировку на дереве. Полоска в виде желтой стрелки. Ну, это направление для байкеров. А мы с вами вышли к 33 квадрату. И сейчас по этой дороге будем подниматься вверх. После этого уже подъемов не будет. И с правым поворотом мы должны выйти на поляну Масарика. Продолжаем движение. Поднимаемся вверх в обратном направлении. А дорога, по которой мы пришли, остается внизу. Градус подъема становится все больше и больше. А ручейков становится намного меньше. Ну, и намного ниже уже ручей, который сопровождал нас в начале пути. И дорога, по которой мы пришли. На горизонтальных участках встречаются впадины, которые заполнены водой. Их нужно обходить аккуратно, потому что только слева можно по узкой кромочке пройти дальше. Ну, а поскольку здесь местность горизонтальная, то эта вода накапливается и стоит. Тишина. Видел за все это время только одну синичку, но я ее не успел снять. Здесь меньше уже доносится шум ручья. Стало несколько теплее. И через буквально минут 10 мы будем выходить к концу этой боковой дороги по хребту. Нужно быть осторожным при прохождении вот этих участков, потому что буквально кромка дорожки и вот в таких местах она размывается ручьем, который уходит дальше вниз. Поэтому при переходе таких участков нужно быть максимально осторожным и аккуратным. Дорога неуклонно поднимается вверх. И оценить на какой мы высоте можно только сравнить боковые хребты. Они практически уже находятся на нашем уровне. Карпатский бук и карпатский граб. Очень легко различать эти деревья, потому что у бука она поверхность гладкая. Гладкая поверхность в отличие от граба. Само название как будто по нему провели граблями. Вот такой вот одинокий карпатский граб с верхушкой, который встретился мне по дороге. Попробую снять ручеек с нижнего положения камеры. Вот так многочисленные ручьи размывают горные дороги. Если, конечно, им не отведено русло. Дошли до поворота. На этом месте будет заканчиваться дорога, которая шла по хребту. Вот вы видите, хребет остается слева, а мы углубляемся в лес, и практически подъемов уже не будет. Вот эта пена на воде свидетельствует о том, что когда-то дебит воды был намного больше, и здесь вода шла с большой скоростью. Из-за этого образовалась пена, пенилась поверхность воды, а когда уровень воды упал, эта пена осталась. Пахнет прелым листьем, необычайно запахи ощутимы. А впереди мы уже видим верхушку хребта. Верхушку хребта еще буквально метров 200, и мы выйдем на поляну, с которой возможно, если сейчас нам позволит горизонт, мы увидим территорию Словакии. Внизу, в распадке между хребтами, дорога, по которой мы пришли. А на горизонте вдали, облака, которые покрывают Ужанскую долину, облака сегодня с утра были массивные, ну, хотя сейчас тепло, и самое главное, нету дождя. Развилка дорог, нам нужно уходить в правую сторону по направлению к отрогу Антоловецкого хребта. По этой дороге мы и будем сейчас выходить. Последние метры выхода из леса, и скоро мы будем на площадке, с которой нам должна открыться необычайно красивая панорама, но я опять же повторяю, при условии, если нам позволит горизонт. Последние 100 метров. Мы вышли на обзорную поляну. По оси объектива вы видите место бурелома, который прошел 3 года назад, полностью сносило, как спички, огромные десятилетние деревья. А сейчас, прямо по оси объектива, вы на горизонте, хотя и в туманной дымке, видите город Ужгород. Я панорамирую, и вы прямо по оси объектива видите дерево. Деревационный канал и мост через этот канал в Урочище Дубки. А прямо перед нами хребет. Это Словакия. Вы видите вдали поселок Каменицкая Гута, ну и облака, которые плывут внизу. Вот такая панорама, которая открывается с этого места. Сейчас подойду в другой конец поляны и попробую вам показать Полонинский хребет. Полонинский хребет будет виден с другого конца поляны. Мы сейчас туда подойдем и я постараюсь, если позволит горизонт, вам его показать. Перейдя на другую точку поляны, по оси объектива просматривается на самом горизонте Полонинский хребет. Полонинский хребет одна из ярчайших его красот. Это, конечно, Полонина Ровная или, как ее называют поляки Коронабескидов. Вот это остатки летнего лагеря лесников. Вот здесь был тент у них. Место для принятия пищи, посидеть. И даже оставлена курточка. Висит чья-то курточка. Между прочим, в вполне нормальном состоянии она висит. Вот. Ну, нет. Здесь уже какое-то животное нашло себе приют. Вот такая курточка висит здесь и, очевидно, ждет своего хозяина. А мы сейчас возвращаемся к выходу из леса. Буквально 20 метров. И по дороге, которая сейчас будет уходить влево, мы напрямик должны выйти на поляну Масарика. и так двигаемся дальше. Дорога петляет среди молодых зарослей. Нету никакого подъема. Мягкая листва под ногами. идти, а тем более без груза, поскольку этот поход однодневный. Одно удовольствие. Обратите внимание на цвет воды в ручье, который идет справа от дороги и ручей, который идет слева. здесь вода грязная. Очевидно, она несет воду от дождя, который выпал совсем недавно. Возможно, даже сегодня ночью. Дорога нехоженная. Я внимательно смотрю по бокам, но нигде на деревьях маркировки не видно. то есть это не дорога для маршрута. Мы должны выйти на пересечение с горной грунтовой дороги. Хочу показать вам неоспоримое доказательство происхождения Карпат вулканических. Это горы молодые вулканического происхождения. Вот вымыло галяш туфа. Туф это вулканический пепел. Красивый, ярко-красного цвета. Он в принципе может украсить любую коллекцию. Вот так он выглядит в природе. Дорога незаметно поднимается вверх, но незначительно. слева один из отрогов вулканических Карпат Антоловецкой поляны. Выходим на очередной квадрат. Наша дорога правая. Мы по ней будем подниматься буквально несколько десятков метров. Левая дорога ведет отрог. Вот мы вышли с вами на отметку пятого квадрата и сейчас продолжаем движение прямо. Снова незначительный подъем. Дорога уходит влево, но я хотел на этом месте или на этом дереве или скорее всего вот здесь хотел повесить марку. Но потом решил, что очевидно это и не надо, поскольку маршрут не маркированный, дабы кого-то не вести в заблуждение. Следы человеческой цивилизации или стоянка здесь была. Вот такое ведро. Целое. Оно целое, потому что в нем вода и довольно-таки чистая. оставляю ведро, но неплохая вещь. Скорее всего это бак из какого-то устройства. Закончился этот небольшой подъем. Довольно-таки высоко вышли. Слева уходит распадок хребет, справа тоже уходит в распадок. Ну, а мы сейчас будем искать пересечку. У нас должна быть пересечка. Это немаркированные дороги с грунтовой лесовозной. Маркировка участка. Поставлена метка. А вот такой вот красавец природа не жалеет и таких великанов. из того ориентирования, которое я знаю по этой местности, мы двигаемся в правильном направлении. Хотя по этой дороге я еще никогда не ходил, а на карте она не обозначена. но тем не менее мы двигаемся в правильном направлении и должны выйти к лесовозной дороге. Зарошли расступаются все больше, а мы все ближе и ближе подходим к пересечке. Одна из точек опорных нашего маршрута. вышел на вырубку. Ну вот это похоже на санитарную рубку леса. Вы видите какие поврежденные стволы. Они больные, несмотря на то, что внешне они очень и очень даже красивые. Но тем не менее это все подлежит санитарной рубке. усиливается ветер. Да, мы же находимся на верхушке гребня. Когда говорят о лесе, то, конечно, понимают под этим, что его нужно сохранять. Но лес это понятие такое, которое требует и высадки леса, и его прореживание, ну и, конечно, санитарной рубки. Поэтому, когда видим санитарную рубку, то всегда приходит на ум, что вот такое губительное отношение к лесу. Ну, а если разобраться, то это только помогает ему выжить. Вот такая техника стоит. Наверное, рабочая, готова к эксплуатации. Ну, хотя видно по колесам, что давно не был движений. Больше применяется для трелевки леса, для его отката. Передний ковш помогает этому процессу. Ребята, вот вырубка, а вот наш выход на дорогу, по которой мы пойдем дальше. Она очень изменилась за счет того, что здесь намешана грязь, ручьи ее размывают, она вот в таком вот состоянии, уходит влево, наперечин, а нам двигаться вот по этой дороге вниз. Вода и грязь по колено пришлось от вырубки пройти дальше, перейти через дорогу. И вот сейчас по кромке леса буду двигаться. Это лучше, потому что грязь буквально глубиной до 80 сантиметров. поэтому двигаюсь к краю дороги. Прошел краешком леса и вышел опять на дорогу. теперь сейчас будет уклон только вниз. Ну что ж, мы вышли на пересечку вот этой лесовозной дороги и сейчас будем двигаться по направлению поляне Масарика. пройдена еще одна из опорных точек. Дорога плавно уходит вниз, стараясь выбирать сухие участки дороги по колее. А градус спуска увеличивается. Мы идем в правильном направлении. Скоро у нас будут ориентиры. Старый австрийский мостик справа от дороги, а налево мы будем искать выход на поляну Масарика. Но, несомненно, дорога стала лучше. Склон идет в эту сторону, потому что ручеек тоже уже идет по ходу моего движения. Ну, а сам подъем остался наверху. Продолжаем движение. Дорога уходит в распадок. Она становится все более и более сухой. Ну, вот справа от меня выход на ущелье, а слева подъем гребня. Мы двигаемся по прямой вниз по направлению к выходу на поляну Масарика. Удачный ли я сегодня избрал день? Ну, об этом я в следующем сюжете, наверное, все же таки скажу. Глыба андезита по дороге. Вот такие андезитовые глыбы. Это детище вулканических Карпат. Огромные, цельные куски. Их можно дробить, использовать в стройке. И вот внизу тоже более мелкие куски скатились. А сама глыба прилетела вот с этого склона. Подходим к живописному повороту. Поворот будет вправо. Вот дорогу пересекает ручей. Вот так образовавшийся родник Размывает дорогу. Конечно, можно было бы сделать русло, Но ручей уходит по склону. Дальше вниз. Вот такое красивое местечко. Ну, а и сверху еще один из кусков андезита базальтового массива. Дорога делает поворот практически в 90 градусов. Кругом обломки базальта. Нагромождено и живописно. А вот в этом распадке вообще красота. Посмотрите, они покрыты зеленым хом. И такая красивая картинка создается. Да, причуды природы. Маркировка какого-то квадрата. Ну, по возрасту очень довольно-таки уже старая. Дерево уже потемнело. Полностью пропитано влагой. То ли это участок, то ли заслабленный квадрат. Но явно, что это какой-то маркер. Удивительное явление для Карпат. Особенно здесь, в предгоре Анталовецкого хребта, когда многочисленные березы. Вот в этом ущелье, вы видите, растут. И они явно не молодые. Они довольно-таки высокие, очень стройные. Ну, за счет того, что густота деревьев не очень ветвистая. И вот эти березы полностью в этом ущелье заняли свое пространство. Дорога стала значительно легче. Справа от меня ущелье с панорамой горного хребта. Да, дорога намного легче, если не считать, что нужно обходить вот эти застойные лужи. Ну, а здесь было и похолоднее. Вот кусочки льда, которые сбоку на дорожке встречаются. Да. Значит, был или вчера, или позавчера был здесь морозец. Ну вот, мы подошли по дороге к тому месту, где начинается ручей, который вытекает в женском лагере. Видим распадок, по которому уходит этот ручей. И остатки старого, еще австрийского, моста. Когда идут по этой дороге, его не всегда замечают. Когда-то вода текла через него. Но после этого ручей изменил свое русло. Мы уже практически близко к повороту на поляну Масарика. Этот мост, старый австрийский мост, тоже одна из опорных точек маршрута. Когда мы идем по дороге, мы практически проходим это место и даже его не замечаем. Ориентироваться можно только по ущелью, которое уходит влево. Потеплело, совсем не холодно. Дорога плавно, плавно, градусно уходит вниз. Ну вот, пение птиц не слышно. Это декабрь месяц. Конечно. Ну вот, по пути остатки какого-то сооружения. Что это было, непонятно. Надо будет узнать у местных старожилов. Но видно, что здесь бетонное основание. и вот кроме бетонного основания вот видны швеллеры металлические. Ну, поскольку рядом находится все же таки одно из подразделений, да, бывшего СССР, то я так думаю, что это танковая смотровая площадка. вот так вот она выглядит по ходу. Не мог не удержаться, чтобы снова не снять этот великолепный ареал берез. Красота! Представляю, как здесь весной. Березы полностью занимают все ущелье. Появилась маркировка. зелено-белая. Ну и кроме того, маркировку увидел здесь, буквально по дороге. Белая полоска. Продолжаем движение. Дорога более или менее проходима. Ну, справа видны вырубки. Я когда-то помню лет 20 назад, что это был мощнейший лес. Сейчас это полностью вырубка. Ну и видна панорама Словакии. Продолжаем движение. Хорошо видно остатки лесовозной дороги. Вот когда-то вся дорога была вровень уложена такими камнями. Причем это все укладывалось практически вручную. Еще во времена Австрии. Австро-Венгрии. Но со временем лесовоза ее разбили и она приняла довольно-таки плачевный вид. Я за сегодня не встретил ни одного человека. Возможно потому, что суббота. Домашние дела. хотя большинство туристов и путешественников стараются сделать все дела на неделе, чтобы субботу и воскресенье посвятить походам. Но по крайней мере за сегодня я еще никого не встретил. суббота. с этой дороги я вышел и выхожу на новый перекресток вот этой грунтовой дороги. Этой грунтовой дороги, которая идет вверх. Ну и здесь одновременно сразу замечаем маркировку. Вот маркировка бело-красно-белая. Это маркировка турмашрута. Вот эта дорога ведет по направлению к поляне Масарика. Дорога каменистая, но для прохождения она удобна. Воды нету, нету луж. А вот это как я уже говорил остатки. старой дороги. Вот в результате того, что сделали колею, она теперь посередине как хребет, а дальше тоже вы видите ее остатки. И сейчас она находится вот таком состоянии. до поляны Масарика остается уже совсем немного. Идем по дороге. Вот встречаем камень с желтой стрелкой указателя маршрута для байкеров. А направо остатки бывшего полигона. Все разрушено. Я помню, когда эти строения были в приглядном виде, а на сегодня это одни руины. Остатки бывшего полигона это было КП управления. Природа неумолима. Все зарастает кругом деревьями, кустарником, ну, а здания распадаются. По этой дороге напрямую можно спуститься до пересечки, направо на Невицкое, а налево до села Ярок. Мы продолжаем наш путь. по дороге встречаем остатки танковые скарпы, которые здесь находятся, разбросаны в довольно-таки большом количестве. Ну, и на нем тоже видим стрелку байкерского маршрута. двигаемся по дороге и отметка справа. Ну, да, эта отметка еще очень старая, древняя квадрата, новая отметка, четвертый квадрат, и вот перед нами отметка маршрута бело-красно-белая по дороге. Идти трудно, потому что выступающие гребни-камни довольно-таки плотно давят на стопу, даже сквозь подошву ботинок это ощутимо. Ну, а вот, друзья, тот легендарный камень, о котором я всегда люблю рассказывать и показывать его туристам, это камень под названием Поднос. Вот можете себе представить, что когда группа туристов, человек 30-40, знойным летним полднем подходила к поляне Масарика, на этом камне их уже ожидал холодный компот. который был приготовлен в лагере на поляне Масарика. Ну, а буквально еще 50 метров вот мы уже видим вдали поворот и мы выходим на поляну Масарика. Эти места я впервые узнал в 1961 году, когда с клубом юных туристов, юных краеведов студия фотохудожников бывшего дворца пионеров города Ужгорода. Мы приходили сюда, здесь устраивали пикники, различные соревнования, художники рисовали, устраивали пленер, ну, а фотографы делали пейзажные фотографии, постигали азы, так сказать, фотонауки. Ну, а вот домик поляны Масарика, беседка, которая находится, как мы видим, в довольно-таки плачевном состоянии. Я с роликов, которые снимались в прошлый раз, из фотоархива, постараюсь выбрать фотографии и показать их вам. Однако, беседка в более-менее сносном состоянии. Я вот вижу, что уже облагорожен очаг, это очень приятно, а для мусора даже сделаны мешки подвешены. Сейчас посмотрим по табличке. Ага, точка спасения, риск-поинт. Телефоны, все как положено. Ну, ребята довольно-таки молодцы. Пордубецкий край, поддержка Чехии. Ну, что, это очень приятно. А вот здесь вот вы видите могила рабочего, который погиб здесь во время лесных работ. Это было в 35-м году. Но об этом эпизоде я тоже рассказал в видео Поляна Масарика Легенды, мифы и реальность. Посмотрите на канале этот ролик. А мы сейчас с вами подойдем в Чашу Масарика. Запотел объектив, но ничего, покажу средним планом. Вот так вот выглядит Чаша Масарика, или как ее еще называют Мадярска Чаша, Мадярска Студня. Вот так она выглядит. Дорога продавлена лесовозами, конечно. Ну, а сама Чаша уже потока воды нет. Ну, вот мы сейчас подошли к Чаше Масарика. Она характерна тем, что выдолблена из сильнолитной глыбы андезита. Вот из этого из трубки, которая напоминает жало змеи, тоже есть в моем ролике, вы увидите на канале. Когда-то текла вода, что за несколько секунд могла набирать ведро воды. Но все это в прошлом. Периодически чистится. Чаша эта не очень глубокая. До полуметра мы летом приходим или весной с клубом ее почищаем. Вот мы с вами побывали сегодня на поляне Масарика. Потихоньку начинает капать дождик. Вот эта дорога уходит на Антоловецкую поляну на Отрог. А мы с вами сейчас опять подойдем к домику и сделаем 300-секундный привал. Но вот это крайнее варварство это не туристы, это не люди, которые любят природу. Чтобы догадаться и додуматься разжечь костер на столе, ну вы знаете, хотел бы видеть этих людей в кавычках настоящих любителей природы. Но я думаю наступит весна и сотрудники лесничества приведут в порядок и столик будет иметь совсем другой вид. ну что, дорогие друзья, подведем резюме. мы вышли по направлению из поворота на Невицкий замок, прошли через 33-й квадрат, вышли на панораму Словакии, после этого дошли до пересечки с горной дорогой, которая ведет к поляне Масарика, правда она ведет как бы чуть-чуть противоположную сторону, и после этого, выйдя на лесовозную дорогу, мы прибыли сюда, на поляну Масарика, еще раз посмотрели это замечательное, но для меня очень родное место, практически с 61-го года ежегодно здесь становался или на несколько дней, или на несколько часов наш лагерь, сюда я приводил многих знакомых, многих друзей, если вы посмотрите ролик поляна Масарика миф и реальность, там тоже есть интересные кадры, когда наша группа здесь была, мы делали богрыч, поскольку я помню, закрывали сезон, день туриста, начинается дождик, он увеличивается, а впереди у нас дорога на Ужгород, до встречи на канале. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.